Да, здравствуйте, Мария Владимировна. На днях уже вот только что упомянутый вами Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет строить отношения с другими странами, учитывая их позиции по России и Китаю. Позвольте я цитату. «Мы должны работать с гораздо большим количеством третьих стран. Мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке». Сказал он и добавил, что подготовил по этому поводу целый план. Как бы вы могли это заявление прокомментировать? Вы знаете, по этому поводу 25 апреля был уже опубликован по спрессам России приезд комментарий. Хотел бы, ну, может быть, если и добавить, то всего несколько слов. Упомянутое заявление Боррель является очередным неадекватным заявлением. Неадекватным, потому что он все-таки является и дипломатом, и представителем Европейского Союза, претендуя на роль человека, который озвучивает позицию не только государств ЕС, но и народов ЕС. Это совершенно не согласуется с интересами этих стран, этих народов. И, соответственно, никто их и не спрашивал, когда формировал подобную позицию. Ну и, конечно, это очередной пример идеологизации Европроекта, я имею в виду Европейского Союза, и нарушение руководством Европейского Союза одного из основополагающих принципов Устава ООН, который касается уважения суверенитета государств, их самостоятельной роли при определении путей собственного развития внешней и внутренней политики. Ну и еще в этом же прослеживается сегрегация, опять тот же самый подход деления на тех, кто имеет право жить, как считают нужным, общаться с кем хочет, и выстраивает свою суверенную внешнюю и внутреннюю политику самостоятельно, и на тех, кто не имеет права, и кому из первой группы будут даваться указания, как им жить, работать и так далее. Вот сравнительно недавно ЕСовцы в двусторонних контактах и публичных выступлениях отрицали, причем еще с возмущением отрицали, любые намеки на то, что они ставят государство перед искусственным геополитическим выбором или с нами, или против нас. А сейчас они об этом говорят открыто. Они рассуждали раньше о свободе выбора странами способов взаимодействия с теми или иными субъектами международных отношений, при этом против тех, кто не хотел обслуживать интересы Запада, применялись сразу экономические меры, так называемого стимулирования, меры монетарного контроля, вводились ограничительные меры, ну, соответственно, вы помните, все, что касается визы, виз, выдачи виз, визовых режимах, соглашений о безвизовых режимах, также являлся инструментарием управления ситуацией и оказанием давления и влияния на соответствующие страны. Проявление же лояльности Евросоюзу не гарантировало благополучия, как известно. Из-под контрольных государств выкачивались ресурсы, их ставили в зависимость от Европейского Союза, а в случае возникновения экономических проблем или социальной напряженности бросали на произвол судьбы. Откровения Борреля ни у кого не вызывают удивления, потому что он делает подобные, еще раз подчеркну, неадекватные заявления регулярно. А почему они неадекватные? Да потому что они вытканы из ультиматумов и лицемерия. К сожалению, это главные духовные скрепы идеологии и миропорядка, основанного на правилах и популярности Европейскому Союзу. Это все, конечно, не прибавляет. Попытки исправить эту ситуацию с помощью такой агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения, насаждения логики блокового противопоставления, лишь еще больше загоняют Европейский Союз в изоляцию. В конечном итоге, да мы и сейчас видим, больше всех страдает и еще больше пострадает от своих собственных попыток разделить мир каким-то новым занавесом. Раньше был железный, а теперь, видимо, какой-то ботанический, потому что деление теперь по какому-то растительному признаку, ну, не знаю, наверное, не по себе судят, рассматривая человечество как растение, я так думаю.